Это видео можно даже не смотреть, просто слушать. Воткни наушники и слушай. И чтобы вам не мучиться 40 минут, я выбрал Альфа-7С. Альфа-7С. Но не забывайте, что всё это только мои мысли. Для моей жизни и моей ситуации. Ха, ну что ж, ребят, сегодня, в завтрашний день, не каждый может смотреть, как это говорится, в цитатах великих. И сегодня, вот в таком режиме открытого микрофона, мы с вами поговорим на достаточно серьёзную тему. Как всегда, она задротская, это выбор камеры. Мы постараемся максимально отойти вот от всего этого, то, что зачем тебе такая камера, ведь ты на неё там не заработаешь, ты всё равно не станешь снимать лучше. Нет, сегодня всё это нас не интересует, и мы в вакууме рассматриваем именно сам выбор, почему я в 2021 году на своём этапе развития, как человека, как видеографа, как блогера, в конце концов, выбираю именно данный девайс. Почему это так, почему это не так, я хотел выбрать другой, но выбрал этот, давайте обо всём по порядку. И прямо сейчас, пока записывал, у меня возникло ощущение, что я должен сделать небольшой дисклеймер, чтобы рассказать тем людям, кто случайно ткнул на это видео, кто я такой и чем я занимаюсь. Все мои съёмки это не профессиональный видеопродакшн уровня какого-то оператора-постановщика, который работает в большой команде, и не он сам работает напрямую с заказчиком, он всего лишь оператор, например, на съёмочной площадке. Нет, я человек, который выполняет заказы в одного, то есть одно рыло продакшн, как угодно это называйте, я снимаю свадьбы, причём потихонечку уже отхожу от них, то есть свадьбы это совершенно не главный приток каких-то денежных средств на данный момент в моей жизни и в моей работе. Основное сейчас это работа с клиентами, то есть это какие-то наши местечковые, я проживаю в Ивановской области, местечковые заказчики, с которыми я уже работаю на постоянной основе и снимаю для их соцсетей, для ещё каких-то продвиженческих функций данных людей. Я снимаю им видео разного характера, то есть мы будем называть это рекламой, потому что это в реальном, в прямом смысле слова реклама, но не та реклама, которую вы видите по ТВ, например. Да, возможно, она может промелькнуть где-то, например, на локальном ТВ, когда включаются новости именно из вашего города, и вот там, наверное, гипотетически, вы, наверное, могли бы увидеть какой-то ролик, который снял я. Также некоторые из клиентов эти ролики запускают во время рекламных интеграций в кинотеатрах. Такое тоже бывает. В общем, чтобы вы немножечко поняли, чем я занимаюсь, то мой удел — это съёмка в одного, когда я сам, один, сам за себя, я являюсь самозанятым. Именно это, кстати, если отдельно отступить, именно это помогает мне брать вот тех самых клиентов, потому как если бы я был просто обычным человеком, не индивидуальным предпринимателем и не самозанятым, то у меня бы попросту не получилось взять этих клиентов. Это такой небольшой нюанс, и это тоже нужно учитывать. Но, ребята, сегодня мы здесь собрались не для того, чтобы говорить об успехе, о том, как найти клиентов, о том, какие клиенты у меня бывают, какие клиенты у вас бывают, нет. Мы сегодня говорим о выборе камер. Ну и опять-таки, чтобы у вас было ещё больше информации, ранее я уже в силу своей блогерской деятельности, да, как ни крути, я снимал на разные совершенно девайсы. Начиная от Sony Alpha 6300, с которой, собственно, я и начал какую-то относительно серьёзную свою видеографическую деятельность, с которой я начал в своё время бомбить свадьбы. Да, как бы это ни звучало. С неё вплоть до Sony FX3, которая одной из последних была у меня на тестах, и я просто брал её под проект. Съёмки на все эти камеры вы уже видели, и большое количество бэкстейджей, и обзоров на данные девайсы, они вот здесь где-то всплывают, будут обязательно подсказочки. То есть у меня была и S3, и FX3, у меня были представители других брендов, такие как Nikon Z6 II, Canon EOS R6. А Fujifilm X-T4, по сути, все беззеркальные камеры, на которые сейчас снимают видео, и достаточно успешно снимают видео, я перетестил. И, естественно, в моей голове вот скомпилировалось огромное количество информации на этот счёт. И я, как человек вот безукорызненно поработавший с этими девайсами, могу совершенно спокойно, как минимум для себя, опять-таки в своей жизни и в своей ситуации в конце 21-го года, сделать правильные выводы касаемо какого-то выбора. Ну и что же мы с вами имеем? Вообще, я был полон решимости приобрести себе либо S3, либо FX3. У меня, опять-таки, в силу моей деятельности была возможность приобрести их с небольшими скидками, но всё-таки не с такими, с которыми могут купить просто люди, пойдя в магазин. То есть небольшой такой профит получить из этой покупки у меня был. Но я много, очень много взвешивал все за и против. Я просто... Вот смотрите, как я делал. Я просто взял и начал перечислять те факторы, которые мне очень важны в камере. Я отталкивался от того, чем я зарабатываю основные свои средства, что это за заказы, какой функционал от камеры на данном заказе мне требуется. То есть для меня важно 4К50 кадров. Я сейчас буду говорить, знаете, типичными критериями людей, которые, по сути, и камеры-то не имеют, а просто смотрят обзоры и, исходя из обзоров других людей, делают свои собственные выводы. Вот. 4К50 кадров. 4.2.2 и 10 бит. Монтажные кодеки. Стабилизация. Автофокус. Вот это вот всё. И да, действительно, взвесив все эти факторы, я начал потихонечку делать выводы. Свадебная съёмка. По поводу свадебной съёмки за последний год я сделал охренительный вывод. Он звучит примерно так. А раньше я думал, что нужно очень сильно повышать качество, качество, качество. Я вообще не мог смотреть на Full HD. На секундочку я забыл сказать, что на данный момент моя основная камера это Sony Alpha 6400. Я снимаю на кроп, на неё пишется этот блок. А Sony Alpha 6400 и Tamron 1772.8 это тот сетап, с которым я снимаю любой свой заказ. И это такое лирическое отступление. Но, что касается свадебной съёмки. Я понял одно. То, что сейчас, даже в 2021 году, даже самые требовательные заказчики, никто из них не замечает того, что ты записал нашу свадьбу Full HD на 6400, а Full HD скропов от Sony, оно считается самым, наверное, мыльным, самым слабым. И, ну, большинство видеографов и блогеров принято так говорить, что, ну, это прям, это полное дно, и с этим нельзя работать. Но, по факту, мы видим следующее. Все, 100% заказчиков, они не могут, несмотря на то, что у них у всех айфоны, они вот в руках ходят, у них 4К60 кадров там на айфоне. Они записывают свои видосики. И никто из них не говорит, «Слышь, бро, твой видос, который ты нам отдал, он выглядит хуже, чем то, что записывает мой айфон». Ни один из этих людей так не сказал. И я за последний год сделал вывод, что то Full HD, которое записывают, даже кропы от Sony, чёрт побери, для свадебной съёмки. И качество свадебного видео зависит совсем от других факторов. Насколько красиво, с каких ракурсов ты снял, молодожён. Сколько ты накинул портретуры на лицо невесты, и там выделил глазки или ещё что-то, заморочился с какими-то мелочами. Короче, вот это вот всё. А качество, допустим, цветокоррекция какая-то красивая, опять же, красивая по мнению вот обычных людей, которые смотрят твои видосы где-нибудь в Инсте или ещё где-то. А качество... В общем, ребята, если вот это вот всё нахрен, весь этот спич вырезать, я, блин, в 21-м году, снимая уже 3 года назад в 4К, только в 21-м я осознал, что, блин, покупать Sony A7S III, чтобы снимать свадьбы, вообще в любом ценовом сегменте, какой бы он ни был, если только мы не берём какие-то там, я не знаю, свадьбы для элитных персон, где стоимость съёмки в одного видеографа, там, я не знаю, 100 тысяч рублей и выше. Такие мероприятия ведь есть. Действительно, богатые люди, они тоже выходят замуж, и достаточно часто причём, и женятся тоже достаточно часто. И их также кто-то снимает, какие-то профессиональные команды. Но это совсем другая история, совсем другая. Это... это не наше... это не наше дело. И я таким не занимаюсь и точно заниматься не буду. И для себя понял вот такой даунгрейд, что, блин, всё. Full HD для свадебного видео это более чем. Но единственное, конечно, Full HD скропов меня очень сильно напрягает. И тут я понял, что люди, которые вот, наверное, уже три года, с тех пор, как вышла Sony A7 III обычная, и они снимают на полнокадровые камеры Sony, пилят всё в Full HD, именно вот такие свадебные какие-то репортажные ролики, и ни в чём себе не отказывают. Потому что, опять-таки, исходя из моих тестов, на обычной тройке, на Sony A7C, там никаких проблем с Full HD нет, оно гораздо лучше, чем на кропах от Sony, гораздо лучше. И, собственно, уж это-то совершенно точно можно спокойно отдавать клиентам и ни за что вообще не переживать. Чувак, ну ты же сказал, что свадьба – это совершенно не главный твой род деятельности сейчас. И да, это так. А самое главное – это как раз-таки вот та клиентская работа. Если честно, мне нужно запилить отдельное видео по поводу сетапа для вот такой run-and-gun, но при этом достаточно профессиональной съёмки. Дело в том, что прямо на нём сейчас и установлена моя камера. Это небольшой штатив, компактный, многофункциональный. Кучу раз о нём рассказывал, не буду сейчас заострять внимание. На нём слайдер, моторизированный, причём с несколькими головами, и на нём камера. И вот с этим совершенно спокойно мы можем брать и делать раз за разом какие-то красивые кадры, пролёты, подлёты, проезды, статику, в конце концов, если это необходимо. И всё это делать максимально удобно, быстро и качественно. И здесь уже для нас не играет роль какое-то слоу-мо, ещё какие-то вещи, 4, 2, 2 и 10 бит. И вот именно таким образом на этот сетап, который сейчас установлен, и на свою 6400, и на там run 1770, я сейчас снимаю не на него, но, тем не менее, основное всё я снимаю на него, потому что это охрененно удобная вилка фокусных, постоянная 2.8, стабилизация, в общем, всё, что только душе угодно. И, в принципе, за последние полгода мне закралась такая мысль. Если я даже, работая на таком сетапе, могу позволить себе делать достаточно большое количество заказов, постоянно повышать ценник на них, и брать уже совершенно других клиентов, которые готовы платить, они не пишут тебе сразу с вопросом, сколько стоит, и ожидают услышать там 5000 рублей, или, я не знаю, 1000 рублей за час, или что-то ещё в этом духе. Нет, разговор начинается совсем другого, с того, что они хотят, с того, что ты можешь предложить. И только потом, в конце, когда речь уже заходит о заключении договора, обсуждается стоимость. И я понял, что, блин, ребята, камон. Понятно, что это тема другого разговора, и вначале я сказал, что мы не будем переключаться на совершенно другие ипостаси. Но, так или иначе, именно умение продать себя, ваши соцсети и прочие факторы, естественно, ваши навыки, они в гораздо большей степени влияют на то, насколько вы будете успешны. Ну, по-моему, это очевидные вещи, да? Но мы-то с вами, я обещал вам говорить, именно про камеры. И здесь, по факту, какой бы вывод я должен был сделать? Всё. Совершенно точно. Прямо в 2021 году, снимая накропы, я могу выполнять все свои задачи, свои, я ещё раз акцентирую на этом внимание, только свои, все свои задачи, и как бы ни в чём себе не отказывать. Но, друзья, желание развиваться, какие-то ваши перспективы, амбиции Цезаря и прочее, естественно, не дают вам спокойно сидеть с вашей дешёвой камерой. Именно поэтому видеографы раз за разом покупают новое оборудование, постоянно зачем-то гонятся, и я один из вас. Я совершенно такой же. И у меня, естественно, прямо вот в здравом уме и светлой памяти были мысли о том, чтобы приобрести себе FX3. То есть я думал, да, действительно, сейчас я могу просто купить FX3 и при этом получить комбайн, с которым я буду работать на протяжении, ну, как минимум, пяти лет, и понимать, что с точки зрения техники и технологий, которые есть в этой технике, я совершенно точно ничем не буду уступать любым там топовым ребятам в этой индустрии, понятно, на своей территории там у себя в области, вообще в целом в России, в мире, ничем не буду уступать, то есть я буду идти с ними в ногу, в ногу со временем. Это вот как, например, иметь PlayStation 5, тогда, когда PlayStation 5 актуальна. Хм, такая маленькая басхалочка, да, потому что купил просто неделю назад. Ну, ладно. То есть это значит, что быть вот на гребне волны, идти в ногу со временем. Иметь тот девайс, который совершенно точно не ограничивает тебя ни в чем, в силу своего какого-то неполного функционала. Он тебя не ограничивает, ограничиваешь только ты своей головой, своими неумными решениями, своими не очень прямыми руками, ну, и прочими личными проблемами. Так вот, зная все это, я был, в принципе, готов потратить крупную сумму денег для себя, какие-то вытряхнуть свои сбережения, там, разбить копилку и приобрести FX3. Но, опять же, я начал прикидывать причинное место к носу и стал понимать, что, наверное, на данном этапе жизни это просто какой-то абсолютно необдуманный и тотально неадекватный шаг. Неадекватный. Ну и, как говорится, что было дальше? А дальше было следующее. Я начал анализировать. Опять же, вернемся к началу нашего разговора. Свадебная съемка. В принципе, достаточно Full HD того самого, который выдают полнокадровые камеры сейчас от Sony. Вообще, я рассматривал только, практически только Sony, потому как переход на другую систему вытаскивал из меня слишком много средств. Это означало продажу оптики, покупку другой оптики. Это проблемы. Поэтому я рассматривал, естественно, какие-то решения от Sony для того, чтобы остаться в системе, так как свою 6400 продавать я не собирался. Для свадебной съемки и многих других видов очень часто требуются две камеры. Во-первых, тебе нужна запасная. Во-вторых, часто нужно два ракурса. И 6400 с Sigma с 16-ой я хотел оставить себе вот на All Over, чтобы делать стримы, чтобы ставить ее на стабилизатор, чтобы снимать на нее общие планы на свадебной съемке, чтобы снимать на нее общие планы на любой другой съемке. А, собственно, оставить ее, бэкстейджи в конце концов себе снимать. В общем, 6400 с Sigma она бы у меня все равно осталась. И здесь камера из экосистемы от Sony мне бы была очень кстати. И в таком формате я снимал свадьбу. Опять же, вы могли видеть, на S3 и на 6400 в гибрид логами и там, и там. Разные стекла. При этом смачилось все просто идеально. Вообще никаких проблем. И, ну, с таким сетапом было работать очень удобно. Опять-таки, я включил мозги. И стал рассматривать. А какие есть еще варианты? И понял, что, учитывая обстановку на рынке, учитывая те заказы, которые я делаю, наверное, покупка камеры за 300 тысяч плюс-минус зависит от уровня скидки. Я говорю сейчас об FX3 или S3. Они примерно одинаково стоят, на самом деле. Покупка такой камеры – это достаточно серьезный шаг для меня. И, да, наверное, если бы средств было выше крыши, то можно было бы сделать именно так. Но я понял, что именно сейчас, вот прямо right now, надо сделать чуточку по-другому. И, наверное, как многие уже догадались, я совершенно вообще этот выбор никак не рассматривал ранее. Но сейчас он стал для меня как никогда актуален. Как вы уже поняли, я решил выбрать Sony Alpha 7C. И сейчас я постараюсь коротко или не очень объяснить, почему все так произошло. Здесь сработал такой фактор, как стоимость. И все вы знаете, что на данный момент CS-шки на сером каком-то рынке, да, пожертвовав гарантией, вы можете приобрести там за 125, по-моему, тысяч рублей. Плюс-минус 156 – это официальная цена. И, в принципе, это достаточно актуальный и адекватный, учитывая просто нереальное какое-то состояние рынка в наше время прайс. Так вот, по этому параметру эта камера уже более чем мне подходит. И вот на данном этапе, продав свою 6300, продав еще какие-то железки, немножечко поднакопив, я совершенно без каких-либо, знаете, вот совершенно ограничивающих для себя факторов могу приобрести себе C-шку и при этом вообще ни в чем себе не отказать. Более того, ну, так, ровно в той же степени это могла бы быть и тройка. C-шка просто новее, я сейчас буду объяснять, почему именно она. Я ее могу приобрести, да, у меня нет полнокадрового объектива, но у меня есть Tamron 1770, на который я сейчас и перешел. Первое время, вот прямо вот пришла ко мне камера, я могу снимать на этот Tamron в кроп-режиме, в принципе, ни в чем себе не отказывать, какое-то время. Потом, да, к сожалению, нам с ним придется прощаться, и вы, ребята, каждый из вас совершенно спокойно сможет приобрести этот Tamron. Я его буду продавать за 50 тысяч рублей, куплен он буквально весной, то есть, он на гарантии, даже вот на годовой обычной гарантии, еще более полугода. Да, то есть, я около полугода им пользуюсь всего. Так вот, я продаю этот Tamron, и покупаю подобный Tamron. Возможно, это будет 2875 F2.8, уже второй версии, и в скором времени он будет у меня на обзоре. Возможно, это будет как раз-таки вот та модель, и, в принципе, им я заменю. Да, конечно, вилка фокусных совсем не такая, но, тем не менее, я уже на полнокадровой камере и на полнокадровом объективе, и, в принципе, стоимость этого Tamron и стоимость того, это практически, практически рубль в рубль, соответственно, ничего не теряя, я просто меняю кроп-объектив на полнокадровый объектив, и все, я уже в полнокадровой системе, вот у меня полнокадровая камера со своим объективом, вот у меня 6400 по-прежнему осталась с Sigma 16 мм, и, в принципе, я по-прежнему в дамках. Что касается характеристик самой камеры, Изначально, почему я не хотел, вообще не рассматривал себе Альфа-7С? Потому что я считал, по сути, это моя 6400 только в полнокадровом эквиваленте. А так как для большинства клиентов и для большинства работ я снимаю очень много предметки, на самом деле полнокадровая камера не очень-то и нужна, наоборот, микро 4.3 для предметки подходит как никуда, как нельзя кстати, да, и намного больше, так как большая грипп, когда у тебя все в фокусе, это очень удобно для предметной съемки. Но так или иначе, желание идти вперед, желание развиваться, оно все перекрывает, и ты все равно хочешь приобрести себе полнокадровую камеру. Так вот, что касается цешки. Если мы говорим о свадебной съемке, здесь у нас совершенно никаких ограничений. Мы можем снимать Full HD вплоть до 120 кадров, 4К можно вообще не затрагивать, при этом у нас есть стабилизация, при этом у нас батарейка, на которой камера пишет практически 3 часа на одной батарее, что очень удобно. Опять-таки вы можете вернуться к моим бэкстейджам на S3, на FX3. Полный свадебный день, можно снимать, имея просто 2 батареи и зарядник. То есть ты доезжаешь с самого утра до банкета, ты приезжаешь на второй батарее полуразряженной. Ты ставишь первую на банкете на зарядку совершенно спокойно, и когда у тебя вторая доходит до конца, ты ставишь обратно первую и на ней доснимаешь весь банкет до конца. Вот именно так я и работал, то есть 3 батареи, это полный день съемки. Супер удобно, ребят. Это просто невероятно удобно после кроп-камер, на которых, собственно, батарейка работает, дай бог, час. Это такие, знаете, лирические отступления, маленькие, просто я перечисляю, плюсы те, которые я все-таки получу относительно своих кроп-камер, и всегда, покупая новый девайс, мы платим за удобство. Пускай не за качество итогового изображения в данном случае, да, какой-то большой огромный прирост, но за удобство, как минимум. Далее, немалым важным фактором для меня выступил тот момент, когда я делал сравнение. У меня было FX3, я делал сравнение 8 бит 4.2.0 и 10 бит 4.2.2. И то, и то снимал на FX3, и смотрел, как вообще тянутся эти исходники, как они выглядят в логарифме, и что, какая между ними разница. И моему удивлению не было предела, когда самая большая разница оказалась не между 8 бит 4.2.0 и 10 бит 4.2.2 на полнокадровой камере, а тупо между 8 бит 4.2.0 на кроп-камере и 8 бит 4.2.0 на полнокадровой камере. И то, и то 100 мегабит, и то, и то 4К, и то, и то абсолютно одинаковое, но на полнокадровой камере это настолько другой исходник, настолько более чистый, настолько более качественный. Вы можете все, что угодно говорить, ссылочка будет в описании. Этот ролик достаточно популярный, пройдите, посмотрите, там настолько наглядно показано эта разница, что я осознал вот эта ватность, шумность и живость, вот когда вот у тебя все двигается, шумит, в логарифме на кроп-камерах, это именно особенность кроп-камер. И полнокадровая обычная тройка, цешка, имея просто тот же самый битрейт, те же самые вот эти вот цифры, на которые все передергивают, она выдает гораздо более качественный результат, который, опять-таки, возвращаясь к нашей конфе, да, к тому, чем я занимаюсь и многие из вас также, этот результат более чем подойдет. И нет необходимости реально, вот сейчас вот абсолютно адекватно я это говорю, реально нет необходимости в чем-то еще более крутом, кроме как потешить свое самолюбие или положить что-то в портфолио, да, если вы его собираете, какие-то там действительно качественные футажи. Вот другого, другого какого-то сакрального смысла в этом нет. И я сейчас хочу всего лишь донести до вас то, что самая огромная разница кроется как раз-таки тупо между кроп-камерой и полнокадровой камерой, даже невзирая на битрейты, битность и все остальное. Это очень важно и многие из вас этого не понимают. Ну, идем дальше. Если мы сравниваем с обычной тройкой, цешка просто поновее. У нее есть прикольные такие фишки, то, что автофокус по глазам, то, что автофокус по лицам и глазам не пропадает, когда мы подключаем HDMI, а для меня это очень важно, например, для стримов или для того, когда я сейчас большое количество времени работаю через сендеры, то есть я снимаю, у меня стоит так называемый режиссерский монитор, ну, я делаю такой свой сетапчик, да, филворд, сендер и заказчица со мной, которая работает, которая именно является, по сути, действительно режиссером, потому что она говорит, какие кадры надо брать. Она просто смотрит на него, это очень удобно, это повышает планку твоего качества, повышает планку твоего профессионализма, я все время сейчас так работаю. И 6400 меня заставляет работать сразу же без автофокуса и без фокуса, соответственно, по тапу, который отслеживает. Все, слежение, все вот это пропадает. В C-шке это не пропадает, это большой плюс для меня лично, это очень и очень важно. Также там есть стабилизация обычная, есть стабилизация гироскопическая на постобработке для каких-то вот особых единичных кадров, которые вам в дальнейшем потребуется отставить. Опять-таки, там скинтон несколько лучше, он очень близок уже к альфа 7S III и к остальным свежим камерам, и, естественно, это очень важно. Как я уже говорил, большая батарея, опять-таки, автофокус прекрасный по глазам, в данном случае по лицам, и он не отключается. Я уже повторяю по кругу, по сути, одни и те же моменты. Full HD, которое достаточного качества для съемки каких-то свадеб-репортажки, и 4K, которое уже отличного, прекрасного, все того же качества, для съемки каких-то рекламных видео. Еще есть немаловажный нюанс. Rolling Shutter никуда не делся, и в 4K он достаточно сильный, обзор мой на A7C можете посмотреть, я его делал уже достаточно давно. Но, если вы хотите ухитриться и снять какой-то экшен в 4K, вы можете это сделать, вы включаете кроп-режим, и Rolling Shutter сразу же становится как минимум вдвое меньше. И он становится уже на том уровне, с которым совершенно спокойно можно работать, и не видеть вот этого сумасшедшего воблинга на постобработке. Вот, это такой небольшой лайфхак, если хотите на C-шку снять в 4K практически без Rolling Shutter, вы просто включаете кроп-режим, и это тоже важно. Понятно, что это ухищрение, но когда ты понимаешь, что оно у тебя есть, что у тебя есть такая возможность, то тебе, конечно же, уже гораздо приятнее работать, осознавая этот момент. Ну и, конечно, тут одно из другого вытекает, но я, наконец-то, становлюсь в экосистеме уже полнокадровых камер Sony. Прикуплю себе батареечки, там, зарядочки, и все. И смотрите, какой я сделал вывод. Прямо сейчас, в момент записи этого видео, это 18-е число, возможно, вы увидите его позже, у нас прямо со дня на день должен быть анонс Альфа 7.4. Почему я не жду и не покупаю Альфа 7.4, какой бы она ни была? Короткое объяснение. Первое. Ее стоимость будет на уровне 250 тысяч рублей, не меньше. Это Sony, вы должны это понимать. Второе. Неизвестно, будет ли в ней 4K 50 кадров. И третье. На самом деле, самый простой момент в том, что сейчас будет анонс, через пару месяцев она поступит в продажу в мире, когда она приедет в Россию, учитывая дефицит полупроводников и всего остального, это, скорее всего, ее продажи нормальные, вот так, чтобы можно было ее купить, они начнутся только весной следующего года. А до весны следующего года работать, получается, не надо, да? У меня свадебный сезон хоть и закончился, но остальная работа, связанная с клиентами, она вообще не закончилась, она только начинается. Под Новый год сейчас огромное количество съемок. И тут такой момент. Покупая Альфа-7С по низкому, по заранее низкому прайсу по рынку, сейчас у меня есть такая возможность, там, выбить ее с небольшой скидочкой, через каких-то магазинов, с которыми я сотрудничаю и все остальное. Ну, то есть, есть, да, нюансы. Покупая ее заранее по низкому прайсу, я просто, по сути, вот эти 100 тысяч рублей с небольшим, там, может быть, 110, 115, 120, я просто их как бы вкладываю. Но при этом, я начинаю снимать и работать с этой камерой, а спустя полгода, например, когда А7-4 выйдет, действительно появится в продаже, все поймут, что это классная камера, и у меня появится желание ее взять, я просто могу продать Альфа-7С, она у меня свежая, на гарантии, в отличном будет, скорее всего, состоянии. Соответственно, опять же, учитывая наличие блога, я могу просто рассказать людям то, что вот я продаю, и продать ее, ну, практически без потерь. То есть, деньги, которые я заплачу за Альфа-7С, они просто будут вложены. Ты как будто вложил во что-то, но при этом от этого вложения ты все это время работаешь с этим девайсом. И потом, спустя полгода, бог с ним, не полгода, А7-4 выйдет, окажется, что в ней маловато свежих функций, и я пойму, что нет, она мне не нужна. То просто где-то через год, когда ты снова обрел в себе силы и понял, что нет, все, наснимался я на Ц-шку, теперь я точно хочу себе FX-3, как когда-то вот хотел год назад, теперь точно она мне нужна. Опять же, происходит точно то же самое. Ты просто выставляешь Ц-шку на продажу, а эти там 100 тысяч рублей, которые ты когда-то законсервировал, так сказать, в этой Ц-шке, получаешь себе обратно, добавляешь к ним, и покупаешь ту камеру, которую тебе хочется на данный момент. Вот знаете, ребята, исходя из всех этих умозаключений, то есть здесь на чашу весов упала и стоимость, и те знания, которые я получил за последний год, о том, что, ну, наверное, S3 и FX-3, вот в том, чем я занимаюсь, они настолько избыточные, что это будет вложение денег практически в пустоту, вот на данном этапе жизни прямо сейчас. И покупка Ц-шки, она реально перекроет многие мои проблемы, которые я имею с 6400, то есть сделает мою жизнь чуточку лучше, ролики чуточку, возможно, красивее, и работу над ними проще, и при этом всем денег каких-то средств, знаете, глобально больших, я не потрачу. То есть, как я уже сказал, вот та сумма, которая она стоит, она сейчас не ударит тебя как обухом по голове, и, в общем, проблем с этим не возникнет. И, опять же, при этом же всем, эта сумма, она по факту будет законсервирована в этой камере. И когда пройдет какое-то время, совершенно спокойно можно совершить продажу, и, добавив денежные средства, приобрести уже то, что тебе нужно. Именно поэтому сейчас, в 2021 году в конце, я окончательно для себя решил, что я не буду ждать ни четверку, и не буду покупать ни FX-3, ни S3. Я просто куплю себе Ц-шку, и Ц-шка это действительно такой очень крепкий, середнячок, который, по факту, вот в любом роде деятельности, которым вы сейчас в плане видео можете заниматься, он закроет все ваши задачи, вплоть до того, пока вы не начнете работать в рамках какой-то команды на съемочной площадке, где все творится на арендованную технику, и там уже совершенно другой уровень работы. Но учитывая то, что вы смотрите это видео прямо сейчас, я уверен, что вы совершенно точно еще пока не находитесь на том самом уровне. И если я ошибаюсь, это просто прекрасно, и тогда я вас поздравляю, ребята. Это был достаточно длинный ролик с мыслями. Это болтология. Да, наверное, в начале я сделаю какие-то вставки, для того, чтобы вы сразу поняли, о чем речь. Ну, и вы были на канале Budget Filmmaker, но и мои мысли в прямом эфире вы можете посмотреть на наших стримах по понедельникам в 21.30. Они проходят обычно. Сейчас я ушел с YouTube на какое-то время, потому что, ну, просто некогда было этим заниматься. Огромное количество работы. Но теперь я потихоньку возвращаюсь, и вот это видео, оно будет открывать, наверное, целую серию моего великого, если можно это назвать так, возвращения. Ребята, огромное спасибо за внимание. Пишите свои комментарии и мысли, естественно, под этим видео. Приходите на наши стримы. Я надеюсь, что это хоть как-то было вам полезно, или же вы просто воткнули AirPods или какие-то свои наушники и, занимаясь своими делами, прослушали это в форме подкаста. Увидимся уже совсем скоро. Давайте.